ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я вчера на кладбище была, цветочки посадила. Потом зашла к ребятам в мастерскую. Обещали помочь памятник поставить. Я фотографию Санечки выбрала там, где он с бантом сидит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ай! Что случилось? Там в колене что-то хрустнуло. Вы посидите, я сейчас схожу за доктором. Не надо доктора. Так руки убрал. Мне так легче, сестра. Тебе сейчас так легко станет, улетишь отсюда. Сколько ты хочешь? У меня деньги есть. Твой отец! Простите, я случайно. Слушай, что ты выкабениваешься? Я же вижу, тебе мужик нужен. Я сейчас доктору скажу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Только попробуй. Я тебя убью нахрен. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотвертка явно сработанная, не личная. Чего так решил? Ну, она вся в краске, покоцана. Личный инструмент так не держит. Как зовут убитого? Игнатов Максим Евгеньевич, 76-го года рождения. А с чем он у вас лежал? Он у нас после ДТП. Там очень много переломов и повреждений внутренних органов. Но главное, перелом позвоночника. Так он был парализован? Да. И шансов выздоровления практически не было. А кто обнаружил труп? Наша медсестра Нина. Давайте пройдем поговорим. Прошу. А я буквально на минуточку на дно отлучилась, вернулась. И тут сигнализация на пульте сработала. Ну, дыхания нет, пульс нулевой. А во сколько это было? Это было в два часа ночи. Да, это было ровно два. А куда вы уходили? Ну, в туалет нельзя было. Да, Нинке никогда на месте не бывает. Хоть сдохни. Хватит болтать-то, а? Не мешайте работать. Бардак. Вот так вот всех и побивают. Вы пошли в палату Игнатова. И? Ну, а его уже убили. Ну, я испугалась, закричала и... Что вы спрашиваете? Так ясно же, что Лизка мужа убила. Какая Лизка? Лизка, жена покойного. Не слушайте его. Лиза каждый день навещала своего мужа. Приходила, он уже у нас третий месяц лежит. Да, каждый день. Приходила вся распуфырена. Ей надоело за мужиком ухаживать. Денежки на отдельную палату закончились. Вот она и пришила мужа. Дмитрий Константинович, а шли бы вы, а, в свою палату? Какой с инвалида толк? Лежит бревном. Бабе нужен мужик, чтобы деньги зарабатывал. Да и в постели... Нет, ну что за люди, а? Вот лишь бы языком молоть. Галь, я так смотрю, за Игнатовым хорошо ухаживали. Не те пролежней, выбрит. Это все его жена Лиза. Если б не она, он бы давно уже умер. По крайней мере, так в больнице сказали. Насколько я знаю, Лиза не работала. А на что она жила? На что отдельную палату оплачивала? Игнатов был главным инженером в крупной типографии. Так что какие-то избережения у них наверняка были. А дети? И дети были. Точнее один, Александр, 7 лет. Он разбился в той же аварии. Вот так вот отец выжил, а ребенок на месте погиб. Судя по всему, во время аварии Игнатов был за рулем. Может быть, жена не может упростить смерть сына? Ну, если она хотела убить, зачем ей ждать три месяца? Ну, чтобы он пришел в себя и понял, кто за что убивает. Ну, или вообще возиться с ним надоело. Ну, зачем тогда она использовала такое странное орудие преступления? А что странного? Нормальная отвертка. Только след на ней какой-то странный. Как будто лапа инопланетянина. Все в пупырышках. Ноги у тебя в пупырышках. Чего? Извини. Рабочие перчатки. С точным пухонапылением. Вот. А откуда в травматологии рабочие перчатки? У самого мозги в пупырышках. Три дня назад плотники в отделение приходили. Вот эти косяки в палатах ремонтировали. После этого такой скандал начался. У них сперли отвертку и молоток. А кто спер? В смысле, кто украл? Что, нашли что ли? Походу, кто-то из врачей. Ну, зачем больному молоток? Да и его негде здесь спрятать. Вон, открыл тумбочку и все на виду. А рабочие перчатки не пропадали? Не-не-не, насчет перчаток я не знаю. Их никто не считает. Пять копеек цена за пучок. Нужно перепроверить ДТП Игнатова. Может быть, это покушение, а теперь его добили? Галина Николаевна, я проверил это дело. Там во время ремонта на машину Игнатова поставили левые детали. Ну, автосервис экономил на запчастях. Там и раньше были аварии. Конечно, не такие серьезные, но все же. Тогда пробей Елизавету Игнатову. Что там у нее в личной жизни? А мне кажется, что убийцу нужно искать среди больных. Почему? Положим, я хочу кого-то убить. Я же заранее позабочусь об орудии убийства. И зачем мне поднимать шум вокруг кражи в больнице? Злодей воспользовался тем, что было под рукой. Ну да, он не мог покинуть больницу. А может быть, он действовал спонтанно, задумал убийство и похитил отвертку? Или же, Галина Николаевна, он умнее, чем мы о нем думаем. Слушаю. Ну да, проводите ее в морг. Приехала жена убитого, Лиза Игнатова. Я знаю, я должна плакать, но у меня уже не осталось слез. Давайте присядем. Когда последний раз вы видели Максим Евгеньевич? Последний раз? Три месяца назад. Перед тем, как он сел в машину вместе с нашим сыном. После этого был уже не он, а его оболочка. Он не был виноват в аварии. Максим ни в чем не был виноват. Ну, может быть, если бы скорость была не сто, а шестьдесят, например, машину бы так сильно не занесло. Почему же вы ухаживали за ним все эти три месяца? Потому что я обещала. Вы когда-нибудь слышали в горе и в радости болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас? Значит, теперь вы свободны. Вы пытаетесь заигрывать за мной? Я пытаюсь выяснить, что произошло с вашим мужем. Его убили. Отверткой в сердце. Нам понадобятся ваши отпечатки пальцев. Вы считаете, что я убила мужа, потому что ухаживала за ним три месяца? Или потому что приходила в больницу в его любимых платьях? Или потому что брила его опасные бритвы, потому что он это делал до аварии сам? Я хочу отделить ваши следы от следов, найденных на кровати вашего мужа и на приборах. В палате убитого пальцы персонала больницы и его жены. Никаких посторонних. Кроме убийц. Может, он местный? К тому же он был в перчатках, в пупырышку. Мне кажется, что человек в перчатках, в пупырышках свел личные счеты с убитым. Очередное озарение? У Игнатова отказала половина органов. Вытаскиваешь пару трубочек, и все, чередно-то труб готов. Без шума и пыли. Убийце нужен эффект. Или чувство глубокого удовлетворения. Все-таки думаешь, что супруга. Галина Николаевна, а у Игнатовой алиби в книге учета посетителей больницы стоит время ее ухода 21-10. Ерунда. За 100 рублей можно пройти через служебный вход без регистрации и документов. Да, но родители и соседи утверждают, что видели ее дома и во дворе. Да родители скажут все, что угодно, чтобы оправдать дочь. В любом случае, не надо зацикливаться на этой Лизе. Надо искать другие версии. Смерть наступила в половину второго ночи. Ну, плюс-минус 15 минут. Мисс Сыстро-Огородова увидела труп и закричала в два часа. А сказала, что вышла на минутку. Она врет. Она отсутствовала значительно дольше. Галя, нашелся молоток, который украли у плотников в травматологии. Где нашелся? В травме нашелся. А зачем ты его сюда принес? Он весь в крови. В Москве в травматологическом отделении городской больницы убит больной. Главного инженера крупной типографии Максима Игнатова ударили отверткой в грудь. Три месяца назад Максим попал в ДТП, в результате которого оказался парализован. В той же аварии погиб 7-летний сын Максима. Все три месяца, проведенные Максимом в больнице, за ним ухаживала его жена Елизавета. Однако все вокруг считают, что Максима убила именно она. Пациенты травматологического отделения предполагают, что Елизавете Игнатовой надоело ухаживать за парализованным мужем. Вскоре в отделении находят окровавленный молоток. Два дня назад в нашем отделении погиб пациент. А почему я об этом не знал? Ну, там не было криминала. Он ночью пошел в туалет, у него закружилась голова, он упал, ударился головой о раковину. Потом лагонатом подтвердил, это был несчастный случай. А как фамилия погибшего? Шемякин Валерий Николаевич. Шемякин работал там одой на свадьбах. Говорят, был тем еще бабником. Если намекаешь, на ней нерические заболевания, то их нет. Зато есть черепно-мозговая травма. Ударился раковина. Именно так. Это выглядит на первый взгляд. Но если посмотреть на череп... Вооруженным взглядом? Вооруженным взглядом. Короче, удар был нанесен твердым тупым предметом. И край раковины здесь ни при чем. Что это может быть? Очень похоже на острую часть молотка. Кровь на ручке молотка замыта, но без моющих средств. А дерево прекрасно сохраняет ДНК. На этом закрываем презентацию и переходим к заключению. Ну вот. А я только почувствовал себя лектором общества знания. Кровь на ручке молотка принадлежит Валерию Шемякину. Значит, Игнатов вторая жертва убийца из травматологии. Думаешь, они связаны? Ну, конечно. Преступник использует украденный стольерный инструмент. Ну что ж, в этом есть положительный момент. Два инструмента, два убийства. Преступник выполнил всю программу. Взгляни, как располагается трещина на черепе Шемякина. Я, конечно, смотрю, но ну вот с пониманием. Если предположить, что Шемякин во время удара стоял, то удар мог быть нанесен в плоскости параллельной полу. Покажи. Ну это примерно вот так. Ух ты. Представляешь теперь? Такой удар по голове. В ночь, когда убили Валерия Шемякина, дежурили врач Алексей Кабанов и медсестра Нина Огородова. А кто дежурил в ночь второго убийства? Врач Алексей Кабанов и медсестра Нина Огородова. Тенденции, однако. Да. Правда, Кабанов не должен был дежурить. Он поменялся. А раньше такое бывало? Ну, суть по всему, постоянно. Если у Огородова и Кабанова дежурство выпадает в разные смены, то они менялись, чтобы дежурить вместе. Вы сказали, что Нина Огородова постоянно куда-то пропадает во время дежурства. Ну, это я сгоряча ляпнул. Перенервничал из-за этого убийства. Ну, а куда она отлучается? Куда-то отлучается. Но это отношение к убийству не имеет. Да куда она все-таки уходит? Елоповато. Ну, Роман у них с доктором, с этим, как его там, Кабанов. Они же ведь каждое дежурство вместе запираются. Это все знают. Так все знают и молчат. Почему? А у нас тут был один такой громкий. Все ко всем бабам подряд приставать пытался. А потом нашли в сортире с головой проломленной. Привет. У нас новый поворот. Так. На чашке Шемякина есть еды пальцев рук жены второго убитого Елизаветы Игнатовой. Ну, значит, по меньшему мере они общались. Я думаю, она просила Шемякина убить ее мужа. А когда он отказался, она нашла кого-то другого, кто убил их обоих. Тебе просто не нравится Лиза Игнатова? Да, она мне не нравится. А какой Елизон сидит рядом с произованной человеком, у которого нет никаких шансов на выздоровление? Да, ну а если это любовь? А я тебя прошу. Понятно. Любовь придумали мужчины, чтобы денег не платить. А какие отношения были у Елизаветы Игнатовой и Валерии Шемякина? У Валерки с бабами всегда были одни отношения. Он их всех завалить пытался. Особенно тех, за кого мужья заступиться не могут. Да, и как же он их завалил? Валерка-то? Да, почти всегда одинаково. Прикинется беспомощным, нога болит, шагу ступить не могу. По-моему, мне чашку. Больному сложно отказать. Угу. А когда она чашку приносит, он ее хватит за задницу. Спасибо ему, помогла, спасла. Давай прогуляемся. С некоторыми прокатывала. А Игнатова предлагал прогуляться? Ну, а чем она хуже-то? У нее, ведь, муж-то парализованный, так что баба считает свободная. Значит, с Игнатовой и Шемякиной, как вы говорите, прокатило? Не знаю. Елизавета, как ее там по отчеству, Валерке однажды по морде съездила. И как у них там дальше сложилось, я без понятия. Таня, это что? На брюках Шемякина это следы от синей шариковой ручки. Зачем ручки? Он же не писатель. А это не для письма, это для разгадывания кроссвордов. Да, но в его вещах не было ни ручки, ни кроссвордов. Слушай, откуда я знаю? Ты мне что дал, я то и следую. Все, Таня, понял. Не переживай так, ну что ты. Я понял, что покойник полон тайных-тайных, загадочных загадок. Да, 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 и вот еще одна. Откуда в ремешке часов Шемякина длинный русый волос? И главное, кому он принадлежит? А вот на этот вопрос в каких отношениях вы были с убитым Валерием Шемякиным? Ну, перевязки ему делала, уколы. И все? Нет. Еще таблетки давала. Обожаю, когда свидетеляли подозреваемые с юмором. А что у вас с доктором Кабановым? Обычные служебные отношения. Он женат. Понятно. Я вас предупреждал. Пройдемте. Прошу. Граждане понятые, я напоминаю о подписке по неразглашению. Все готовы? Что вы хотите найти? У нас есть основания, гражданин Кабанов и гражданка Городова, подозревать вас в причастности к убийствам. Это ерунда какая-то. Граждане понятые, я обращаю ваше внимание на многочисленные биологические следы на диване и на постельном белье. Все, хватит. У нас действительно роман с Ниной Игоревной. Мы здесь встречаемся, когда совпадают наши дежурства. И в ночь, когда убили Максима Игнатова? Да, в ту ночь мы тоже встречались. Я же предупреждал. Лучше было сразу честно все рассказать. Галь, я изучил историю болезни Шемякина. В день убийства доктор Кабанов назначил ему инъекцию аминтропозин. Он применяется при специфических воспалениях? Совершенно верно. Только у Шемякина не было никаких воспалений. А зачем же тогда Шемякину выписали такие уколы? К тому же очень болезненные. Обыкновенная ревность между Шемякиным и медсестрой что-то произошло. А доктор Кабанов об этом узнал. И поэтому он выписал ему болезненные, но бесполезные уколы? Доктор Кабанов? Да. На дужках очков доктора Кабанова обнаружены следы чернил с синей шариковой ручки. Андрей, ты знаешь, сколько врач пишет всяких бумажек? Да, но только точно такие же чернила были на брюках убитого Валерия Шемякина. ФЭС расследует убийство главного инженера крупной типографии Максима Игнатова. Три месяца назад Игнатов попал в автокатастрофу. После перелома позвоночника он оказался в больнице полностью парализованным. Преступник ударил Максима отверткой в сердце. Следствие устанавливает, что тремя днями ранее в больнице был убит еще один пациент Валерий Шемякин. Полиция подозревает в причастности к преступлениям врача Алексея Кабанова и медсестру Нину Огородову. Оба убийства совершены во время их совместного дежурства. Оперативники ФС выясняют, что между Ниной и Алексеем существует любовная связь. Между вами и Валерием Шемякиным произошла разборка из-за Нины. По-видимому, вы решили отомстить Шемякину. Доктор Кабанов подкараулил Шемякина в туалете и разбил ему голову молотком. А потом попытался представить это как несчастный случай, вымазав край раковины кровью убитого. Вы не были уверены, что руководство больницы спустит расследование на тормозах? Вы думали, что следствие продолжается? Поэтому убили Максима Игнатова. Зачем? Мне нужно привлекать к себе столько внимания. Вы решили имитировать действия маньяка. Поэтому вами был выбран такой демонстративный способ убийства. Отвертка в сердце. Нет, Леша никого не убивал. Этот Шемякин всех задолбал уже. Он ко всем женщинам приставал. Он меня чуть не изнасиловал. Что ты рукобиниваешься? Я же вижу, тебе мужик нужен. Я сейчас доктору скажу. Только попробуй. Я тебя убью нахрен. Нина сказала мне, что к ней пристает этот Шемякин. Я решил поговорить с ним по-мужски. А почему было просто не отпустить его из больницы? Я боялся. Начнется разбирательство. Узнают о нас с Ниной. У меня семья. Ребенок маленький. Валерий Николаевич, на вас постоянно идут жалобы, медсестер. Вы постоянно распускаете руки. А по-моему, они остаются довольны. Да от вас все отделение стонет. Так они стонут от удовольствия, доктор. Прекратите паясничать! Негодяй! Тебе бы таблеточку принять. А слушай, ты, если ты хоть пальцем тронешь Нину, то что ты сделаешь, а? Подонок! Сволочь! Да я же тебя сейчас по стенке размашил. Что-то у тебя с нервишками плоховато, док. тебе бы их подлечить. Возьми свою Нину и езжайте на юга. Вы ответите. Будь поаккуратней, доктор. В общем, Леша решил с ним разобраться и Шемякин даже попросил у меня прощения. Как это? Ну так, что, мол, он не знал, что у меня есть друг и что, если я захочу его бросить, он всегда меня утешит. Почему же тогда Кабанов его убил? Он его не убивал. Когда это все с ним произошло, мы и мы с Лешей были вместе и вообще подумали, что это несчастный случай и что он сам разбился в туалете. Вот смотри, манекен росом Шемякина. Твоя задача предельно проста. Берешь молоток и лопишь его по виску. Я готова. Давай. Погоди. 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 Ты его не бьешь. Ты его ласкаешь молотком. Ну, представь, что это монстр из твоих компьютерных игр. Ну, тогда должна быть функция замена оружия. Обойдешься. Твои возможности ограничены. А будешь болтать, они станут еще меньше. Давай. И сторону поменяй. Нужно бить острым концом молотка, а не тупым. Мочи его. Слышь, ты чувак, ты сам напросился. Понимаешь меня? Было? Угу. Не думала, что ты маньяк. Отдай молоток. Положи. Молодец. Я тебя предупреждал. Козел. Холоду с его ростом удобнее бить по затылку манекена в плоскости перпендикулярной поверхности пола. А Шемякина ударили параллельно на земле. А если Шемякина, ну, то есть манекен, наклонить? По большому счету, ничего не меняется. Удары наносятся под разными углами, но все не то. Получается, убийца приблизительно одного роста с Шемякиным. Как говорил мой научный руководитель, пример вещь менее доказательная, но более убедительная. Доктор Кабанов не убивал Шемякина. Круглов. Уезжаю. В больнице еще один труп. Что-то мы сюда вычустили. Наконец-то. А то, что я думал, мне одному с позицией. Ну, а че? Кто нашел труп? Мать одного пациента вышла позвонить, а тут вон. Слушай, я его знаю. Дмитрий Позняков. Он нас свидетелем проходил по предыдущему убийству. Извини. В склерах кровоизлияние, цианоз, а главное вот, ну, в общем, удушение. Свидения есть? Да нет, никто ничего не видел, не слышал, как обычно. Странная больница. Вместо того, чтобы выздоравливать, людям рук, как мухи. Надо в каждое отделение посадить по сотруднику полиции. Все двери между этажами закрыть и опечатать. Понятия не имею, где они будут курить. Это запасная лестница, а не курилка. А особо одаренным объясните, что курение убивает. Ты представляешь? Их заботит, как больные в больнице будут курить. Я бы на их месте опасался другого. Вот больницу у них закроют и все. Не закроют, иначе злодей вырвется в город. Если, конечно, всех троих убил один и тот же человек. Галь, смотри, я сфотографировал следы на горле в ультер-фиолетовом свете, искал отпечатки пальцев злодея и получил вот такой вот рисунок. Ну что же нет? Ну, Николай Петрович, преступник же не настолько глуп, чтобы разбрасываться перчатками. Он умен, а я чувствую себя полным идиотом. Совершенно не понимаю, что объединяет убитых. Ну, мы же уже выяснили, что общих телефонных звонков нет, знакомых нет. Может, в больнице что-то произошло? А мне кажется, я понял, что их объединяет. И я знаю, как поймать убийцу. В городской больнице ударом отвертки в сердце убит 37-летний Максим Игнатов. После автокатастрофы Максим был полностью парализован и не мог оказать сопротивление преступнику. Тремя днями ранее в той же больнице был убит еще один больной Валерий Шемякин. Преступник ударил его молотком по голове. Под подозрением жена Игнатова, Елизавета, а также медсестра больницы Нина Огородова и врач Алексей Кабанов. Во время расследования в больнице погибает очередной пациент Дмитрий Позняков. Ну что же, перчатки рабочие с точечным поливинилхлоридным напылением. А программа можно сравнить след на отвертке и на шее задушенного? Да какая разница. Папиллярный узор или рисунок из пупырышков. Набор точек и линий. Ну вот. Один и тот же убийца. Больничный маньяк? Да он больше похож на матерого профессионала. Ну вот смотри. Шемякин он убил одним ударом молотка. А тот был парень здоровый. А Игнатов воткнул отвертку прямо в сердце. А третий его тупо задушил. Ничего себе тупо. Крепкого мужика за считанные секунды задушить без шума и крика, когда за дверью куча народу ходит? Надо взять историю болезни пока еще живых пациентов и выяснить их прошлое. Шустов считает, что всех жертв объединяет жена второго убитого Лизы Игнатова. Каким образом? Первый убитый открыто домогался Лизе. Второй ее парализованный муж. Ну а третий пытался убедить нас в том, что именно Лиза убила мужа. Кто-то о ней так заботится. Может такая любовь? Ну тогда надо проверить поклонников, друзей и телефон Игнатовой. Уже. Никакого криминала, никаких любовников. Вся жизнь за последние месяцы. Это дом и больница. Доктор, мы будем проводить вочную уставку. Проследите, чтобы он никто не мешал. Хорошо. Так это все-таки Игнатова убила мужа? Конечно. Сколько можно возиться с парализованным инвалидом? А других-то тогда зачем убивать? Решила, что все спишут на маньяка. Как узнали? Она пыталась нанять парня из хирургии, чтобы он мужа убил. Он сначала боялся говорить, а потом увидел объявление о вознаграждении. Вот так вот. Жадность побеждает страх. Ах, да. Доктор, проследите, чтобы со Степаном Андреевичем ничего не случилось. Головой за него отвечаете? Конечно. А кто такой Степан Андреевич? Парень, о котором я рассказывал. Он в платной палате у нас лежит, где раньше Игнатов лежал. Типография оплатила все расходы. Спасибо. Пойдем скорее. Я пойду, проверю палаты. Да куда они денутся? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стоять! Не двигаться! Руки! А я уж думал, меня сегодня не придут убивать. Почти уснул. На выход. Доброе утро. Мы ждали вас. Спецназ внутренних войск. Вторая чеченская. Кроме вас в отделении, такое никто не смог бы совершить. Тогда почему сразу не взяли? Зачем весь этот цирк с конями? Мы опасались, что вы уничтожите свои перчатки. И тогда доказывать убийство было бы намного сложнее. Я вам честно ответила на ваш вопрос. Теперь вы ответите. Зачем вы все это сделали? Это у меня вторая операция. Первая была два месяца назад. Вот тогда я в больнице увидел, как Лиза ухаживает за мужем. Многие ухаживают. А вы знаете, сколько моих друзей с войны вернулись инвалидами? А вы знаете, кто с ними сидит? Кормит, поит, дерьмо выгребает? Матери. Все развелись. Всем ведь жить нужно. А инвалиды никому не нужны. А Лиза? Она... Она другая. Таких, как она, вообще не бывает. Я когда в первый раз из больницы вышел, встретился с ней. Зря ты этот разговор начал. У меня есть муж. Я его не брошу. Он ведь больше не встанет. Никогда. Лиза, послушай. Давай наймем сиделку. Лучшую в стране сиделку. За ним будут ухаживать. Он даже ничего не узнает. Миш, ты хороший человек, но ты не понимаешь. Нам больше не надо видеться. Тогда я понял, что пока ее муж жив, у нас с ней ничего не будет. А зачем убили остальных? Ну, нужно же было отвести от Лизы подозрение. Там ведь наследство. А единственный способ это сработать под маньяком. А1с. А2с. А2с. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понимал, что беру грех на душу, и поэтому выбрал тех двух уродов, что делали ей гадости. Я за Лизу, не задумываясь, полбольницы бы положил. Вы пытались ее защитить. На этом мы вас и поймали. Я когда увидел ее в наручниках, у меня как крышу снесло. Я подумал, это все из-за меня. А этот гад еще и деньги получил. Не было никаких денег. Ничего не было. Это я уже понял. У меня к вам просьба. Могу я с ней увидеться? А это уже как она сама захочет. Спасибо за помощь. Вы отлично сыграли. Я сделала то, что должна была. Хотите поговорить? Он убил моего мужа. Мне не о чем с ним разговаривать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.